Международный кинофестиваль с концептуальным названием «Герой и время», который стартует в Железноводске 25 мая, это едва ли не первая попытка найти в современном мировом кинематографе настоящих героев нашего времени. Однако по факту, если не героем, то лидером среди современных сериалов стала «Игра престолов». Американский фильм в жанре фэнтези, основанный на цикле романов «Песень льда и огня». В апреле стартовал аж восьмой сезон. Вещь вторичная во всех отношениях и явный представитель так называемой массовой культуры, тем не менее, имеет успех даже у тех, кто считает себя интеллектуалом. Вот почему есть надежда, что кинофестиваль в Железноводске станет первой ступенью, я не побоюсь этого слова, в пропаганде качественного кино с настоящими, а не картонными героями. Ведь, например, за всю историю российского кинематографа не было ни одной достойной экранизации лермонтовского героя нашего времени. А те пять, что были созданы в разные годы, находились в рамках неоднозначного советского литературоведения. У нас много и часто любят рассуждать о творчестве Льва Толстого, о его философской и нравственной позициях. Но похоже, что мало кто из кинематографистов заглядывал в его дневники периода пребывания в Пятигорске в 1852-53 годах. По существу, именно здесь Повеса и Картежник стал превращаться в писателя и мыслителя. Выезжая из Пятигорска, он записал в дневнике «До сих пор я не делал здесь глупостей. Это будет первый город, из которого я не увезу раскаяния». Чем не основа для сериала? Даже у начитанных людей имя Александра Алябьева ассоциируется только с романсом Соловей. А ведь он автор более чем 20 оперет, не говоря уже о романсах, которые были популярны в обеих столицах. Но судьба Александра Алябьева была полна такими трагическими зигзагами, что хватит и на 12-серийный кинороман. В целом, русская история и русская литература даже только 19 века полна захватывающих событий, которые вполне могут быть экранизированы и быть успешными и в кинопрокате, и на телевидении. И быть достойным противовесом американским поделкам. Только один вопрос к продюсерам, режиссерам и сценаристам. Когда, наконец?